Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Огромное число вопросов возникает у начинающих трейдеров относительно кредитного плеча и рисков, которые появляются при его использовании. В этом видео мы детально разберем, что же такое кредитное плечо и развеем несколько мифов относительно этого термина. В прошлом видео мы говорили, что один полный лот равен 100 тысячам единиц базовой валюты. То есть, покупая один полный лот по паре фунт-доллар, мы покупаем 100 тысяч фунтов за доллары. Для этого нам нужно иметь на торговом счете примерно 125 тысяч долларов, так как котировка пары фунт-доллар сейчас 1,2552. Согласитесь, не у каждого есть подобная сумма. На этом этапе самое время познакомиться с понятием кредитное плечо. Кредитное плечо – это инструмент, предоставляемый брокером для своих клиентов. Благодаря ему можно совершать торговые операции на суммы, которые в разы превосходят размер собственного капитала. То есть, нам для покупки фунт-доллар объемом 1 лот не нужно иметь на счете 125 тысяч долларов, а нужно иметь лишь необходимый залог или маржинальное обеспечение. Понятия залога и кредитного плеча тесно связаны между собой. Исходя из того, какое кредитное плечо предоставляет нам брокер, определяется и маржинальное или залоговое обеспечение под сделку. Вернемся к нашему примеру. Наш брокер предоставляет плечо 1 к 500. При этом мы покупаем 1 лот в фунт-доллар, то есть вместо ранее обозначенных 125 тысяч долларов, нам нужно иметь на счете в 500 раз меньше, то есть всего около 250 долларов в качестве залога. По аналогии с этим примером, если кредитное плечо будет 1 к 100, то необходимо, чтобы на нашем счете находилось 1200 долларов. Вернемся в торговую платформу. Брокер дает плечо 1 к 500. Мы покупаем 1 лот по паре евро-доллар. То есть вместо 106 тысяч долларов, нам нужно иметь на счете в 500 раз меньше, то есть всего около 220 долларов в качестве залога. По аналогии с этим примером, если кредитное плечо будет 1 к 100, то необходимо, чтобы на нашем счете находилось в 100 раз меньше, чем стоит 1 полный лот, то есть чуть более 1000 долларов США. Теперь обсудим, как кредитное плечо влияет на риски, так как есть заблуждение, что чем больше кредитное плечо, тем больше уровень риска. Но как интуитивно понятно из ранее рассмотренного примера, на уровень риска влияет не максимально допустимое плечо брокера, а объем открываемой позиции. Например, имея депозит в 5000 долларов, можно открыть сделку объемом 1 лот, при этом стоимость каждого пункта будет равна 10 долларам. А можно с таким же депозитом открыть сделку объемом 10 лотов, но тогда при изменении котировки валютной пары на 1 пункт мы заработаем или потеряем 100 долларов. То есть, если цена изменится на 50 пунктов, то мы можем либо заработать, либо потерять 5000 долларов, что, конечно, очень рискованно. Подводя итог к всему вышесказанному, нужно отметить, что кредитное плечо, устанавливаемое брокером, влияет только на размер залога по сделке. При этом, чем выше плечо, тем меньше будет наш залог. Конечно, можно сделать еще один вывод, что чем меньше залог, тем больше будет у нас свободных средств на счете. То есть, мы можем открыть сделку большим объемом, а значит, увеличить риски. Но размер открываемой позиции устанавливаем мы сами. Это под нашим контролем. Поэтому при правильном подходе повышенное плечо не является абсолютным злом, а представляет собой полезный инструмент для торговли на финансовых рынках. Самое главное в таком случае – это контролировать именно объем позиции. Как рассчитать объем позиции, исходя из размера своего депозита, мы разберем в одном из следующих уроков. Надеемся, данное видео было вам полезно. Всего доброго!